ЗОМБИЛАП Всем привет, любители бодибилга. Сегодня проведем тренировочку с двукратным чемпионом Европы, чемпионом России Мишкой Сидоровичевым. Мне 54, этому под 40. Посмотрим, как бы. Как раз Мишаня-то еще готовится на осень, да, на паралимпийские игры осенние. Ну, кажется, с этим коллегой будем тренироваться. Очень рад, что Николай сегодня покажет мне мастер-класс. Давно мечтал с ним провести тренировку в отличной форме, вообще супер. Я даже немножко, как ты уже знаешь, чувствую себя дрищом. Да ладно, он 135, я 108, это я дрищ. Я думаю, молодые не выдержат у меня эти сопляки. Да, если кто не поверит нам, что мы это сделали, приходите в клуб Папа Смит и еще раз проведете эту тренировку со мной. И убедитесь, что это все очень круто будет. Ну что, начнем? Начнем. Как бы работаю немножко сейчас по новой программе. Два дня грудь, два дня спина. Поэтому сегодня вторая тренировка на грудь. Но она не будет ни в коем случае легкой. Такая же будет тяжелая тренировочка. Начнем с нижней части груди. И там пойдем дальше, погнали. Пошли вон туда. Ну что, сейчас, короче, делаем жи вниз головой. Потому что вчера я делал среднюю грудь и верхнюю часть груди. Сегодня делаем нижнюю часть и внутренняю часть груди. Работаем на 10-12 повторений. Четыре подхода. Там пару разминочных сделаем. Жим штанги лежа вниз головой. Хорошая база упражнений на низ груди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красава. С каждой стороны 2 по 20. Я думаю, что любой спортсмен подбирает себе веса по повторениям. Просто первый подход надо делать где-то повторением на 15-20, чтобы разогреть локти. И разогреть, и во-вторых, чтобы была мышечная выносливость, как всегда. Была мышечная выносливость. Повторения делаю сразу. Естественно, даже немалый вес. Это где-то в районе 110-120, на 25-30 повторений. Сегодня, я думаю, мы дойдем где-нибудь до 150 кг. Да. 150 на 12 повторений. По самочувству. Так как я уже на диете. Николай вторая тренировка подряд. Он тренируется не так, как все. Он постоянно экспериментирует. Он делает одну мышечную группу 2 дня подряд. И сегодня именно второй день грудных. Но я вместе с ним решил попробовать его упражнения. Хорошо. Легко. Легко. 8. 10. 11. Красавица. Да, еще попить, давай. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Еще по подходу, еще легко. 6, 7, 8, 9, 10. И хорошо. Сразу под гриф. Побери. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. С тобой. Раз, два, три. О, красава. Следующий, пойдем, что, по отжимаемся, да? Тоже, короче, хорошее упражнение на нижнюю часть груди. И, опять же, и тридцать тоже включается, да? Отжимания на брусе, да, там, низ очень хорошо чувствуется. Трехглавый подключается, ничего. И будем делать на повторение, на 12 раз я обычно делаю. А вот, хорошо работает низ. А вот, подрезка, как-то режет, как-то грудь, а форму делает, придаёт и нормально. А вот. Согласен. В межсезонье, когда очень сытые, используем дополнительный вес. Но в данном случае нам сейчас этого не надо. Все мы жесткие. Вес у нас и так немаленький, под 135 килограмм. Поэтому я сегодня, лично я, буду сжиматься без веса. Чисто со своим весом. Я хорошо чувствую так, грудные. Ну, тем более, тебе бы, конечно, лучше сегодня было, по идее, работать с коротким отдыхом между подходами. Да, более интенсивно такой, да. Более интенсивно. Ну, это я упражнение взял на заметку. А давай, ты компенсируешь этим, знаешь, большим количеством повторений. Да. Вот. Я буду на 12 делать, ты будешь больше. Вот и все. Ай, молодца. Что-то это легко идет. Давай, 12, давай. Вот таким тренерам надо доверять в интернете. Только таким. Ну, или таким, как мне. Да. Первая матч-встреча этой футболки. 90-й год. 26 лет. А теперь тебе покажу то упражнение, которое, да, пулловер, которое я никогда не делал в жизни, да, вернее, пробовал начинать делать, да, никогда не делал, потому что оно мне никогда не нравилось. Я считал его бестолковым упражнением. В свое время мне показал это упражнение штангист. Сейчас я тебе покажу. Это теперь одно из моих любимых упражнений на грудь. Вот. Делается оно на кроссовере. Смотри, вот ты берешься где-то на уровне плечей, да, кисть кладешь как бы сверху вот так вот и тянешь. Вот смотри, ты встал. Вот если ты вот так стоишь, да, вот сюда тянешь. Это спина. Если ты встанешь чуть-чуть наклонишься, будешь под колени. И вот прямые руки. И только вот грудью подтянул, грудью опустил, грудью подтянул, грудью опустил. Вот обычно в этом упражнении, пулловер, да, какая ошибка? Да, человек ставит большой вес, естественно, из большого веса начинает округляться спина. И за счет этого человек подключает передние дельтовидные мышцы, как бы кучу других мышц, да, трапециевидную мышцу подключает, начинает тянуть. Не важно, сколько ты поднимаешь, важно, как ты поднимаешь. Грудью подтянул, грудью опустил. Кисти сверху. Руки прямые. На 14-15 раз. Вот, смотри, спухло сразу, посмотри, она сразу подрезалась. Вот, поэтому здесь нужно делать на 14-15 повторений, делать упражнение, в общем-то, чисто, чтобы спина была прямая. Вот. И делать его в полной амплитуде, как бы, рука должна заходить аж, как бы, за затылок. И за затылок тащить его вниз. Как и везде, в общем-то, я всегда говорю, да, не надо стоять больших весов, гнаться за большими весами, они сами придут. Это точно. Главная техника. Хорош. Миш, наверное, поменьше может вес. Груди подтянул, грудью опустил, да, вот. Кисти, кисти, кисти. Миша, кисти. Так, да? Да. Да. Когда вниз идешь, у тебя кисти выпрямляются. Вот. Вот. Я их заворачиваю. А ты вниз пошел, у тебя раз вот так. Да. Раз. Вес просто поменьше. Ну, теперь чего? Тоже проблема в последнее время с правым локтем. Вот. Все-таки силовой тренинг дает о себе знать. Килограмм 70, 80 поставим, да? Больше 70-80, я думаю, мы сегодня не пойдем. Вот. И, как правило, да, как правило, негативную фазу, как я всегда говорю, да, это нужно делать медленно. На раз, два, три опускаем. Да. Выталкиваем, да, и немножко, как бы, да, держим. Стараемся, чтобы сократить, да, в статическом упражнении сократить именно внутреннюю часть груди. Вот именно, как бы, давить не трицепсом, а давить грудью. Вот, чтобы сократить ее. Хорошо. 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 По пятнашке повесим. Еще одно упражнение, и все. Завершающе сделаем пэк-дэк. Всем известно, бабочка, кто ее называет бабочкой, кто ее называет баттерфляй, делаем ее на количество повторений, там, 15-20 повторений обычно делаем. Это тоже будет, будет та же мышечная выносливость. Растяк по грудным. А тебе как раз, да, тебе тоже как раз для сжигания жира. Для сепарации, да. Да. Главное, чтобы локти были параллельно полу, не опускать их вниз. Как только локти опускаются вниз, грудь не работает. Сиденье устанавливать так, чтобы биомеханика движения проходила именно по грудным, да? Да, вот именно по грудным, да. Кисть была на уровне, я буду так говорить, сосков. Сосков, да. Не женских, а моих сосков. Хорошо. Еще по подходу и все. И трицепс. Хорошо. КОНЕЦ В принципе, мы хорошо уже на внутренней груди размяли нажимы. Джимания от пола узким хватом, это одно из моих любимых упражнений. Как правило, опять еще раз, на раз, два, три опускаемся, взрываемся вверх. Одним упражнением биваем двух зайцев. И грудь немножко включается. И трицепс хорошо работает. Ну, ну, ну. Ты наоборот ближе руки. Груди, да. Ага. Груди, да. Груди, да. Груди, да. Отжимания закончили. Что, пушдаун? Пушдаун. Я работаю, стараюсь работать, немножко рукоять вести от себя. Потому что не вниз, перпендикулярно полу, а чуть-чуть от себя, как бы, ну, иногда пользуюсь и таким, и таким движением. Малым движением, да. Да. Каждый делает так, как ему больше нравится. Потому что, если тебе больше нравится вниз, перпендикулярно полу давить, то, как бы, естественно, ты делаешь так. А вот, потому что здесь, как бы, я думаю, в трицепсе не нужно навязывать вот в этом упражнении технику свою, мышца будет по-разному реагировать. Малым движением, да. Малым движением, да. Теперь, нет, последнее упражнение, самое любимое упражнение, тяга из зала называется. Тяга из зала. Да. Вот. Это самое любимое упражнение, но прежде чем сделать тягу из зала, можно закинуть что-нибудь, да? Да. Фанаты, мы сейчас пойдем заснимем то, что у Николая Ясиновского есть в сумке. Вот. Как мы уже говорили, спорт-то не дешевый. Спорт не дешевый. Да, да. Так что всем, всем удачи, всем тренировкам. Читайте журнал «Железный мир», смотрите сайт. Смотрите сайт, да. Подписывайтесь к нам в группу. Михаил Сидоровичев. Николай Синовский. «Железный мир», главный редактор. Все, пока. Ура, поели.